Антология чтений Слов Всемогущего Бога Сам Бог уникален. Часть 10. Бог – источник жизни всего сущего. Четыре. Как Бог владычествует над Духовным миром и управляет им. 3. Цикл жизни и смерти людей, следующих за Богом. Далее давайте поговорим о цикле жизни и смерти тех, кто следует за Богом. Это касается вас, поэтому сконцентрируйте свое внимание. Во-первых, подумайте, на какие категории можно разделить тех людей, которые верят в Бога. Таких категорий две. Избранные Богом люди и мнимые служители. Вначале мы поговорим об избранных Богом людях, которых очень немного. К чему относятся выражения «избранные Богом люди»? После того, как Бог создал все сущее и появилось человечество, Бог выбрал группу людей, которые следовали за ним, и назвал их просто «избранные Богом люди». Божий выбор таких людей обладает особым масштабом и значением. Масштаб заключается в том, что каждый раз, когда Бог совершает важный труд, должны появляться такие люди. Это первое из того, что делает этих людей особыми. А в чем их значение? Их избрание Богом означает, что значение их велико. Другими словами, Бог желает сделать этих людей целостными, совершенными, а после того, как Его работа управления будет завершена, Он обретет этих людей. Разве такое значение не является великим? Таким образом, значение таких избранных людей для Бога велико, поскольку они те, кого Бог намеревается обрести. В то время как мнимые служители... Но давайте отойдем от Божьего предопределения и поговорим вначале о происхождении служителей. Буквально слово «служитель» означает «тот, кто служит». Те, кто служит, относятся к непостоянной категории. Они не занимаются этим на долгосрочной основе, не служат вечно, а нанимаются или привлекаются временно. Большинство из них выбирается из неверующих. Они приходят на землю тогда, когда выносятся решение о том, что они возьмут на себя роль служителей в Божьей работе. Они могли быть животными в предшествующей жизни, но они также могли быть неверующими. Таково происхождение служителей. Давайте возвратимся к избранным Богом людям. Когда они умирают, избранные Богом люди отправляются в такое место, которое полностью отличается от тех мест, куда отправляются неверующие и различные верующие. В этом месте их сопровождают ангелы и Божьи посланники. Это такое место, делами которого Бог управляет лично. И хотя в этом месте избранные Богом люди не способны видеть Бога собственными глазами, оно не похоже ни на одно из мест Духовного Царства. Это такое место, куда данная группа людей отправляется после своей смерти. Когда они умирают, они также подпадают под строжайшее следствие, проводимое Божьими посланниками. А что исследуется? Божьи посланники исследуют те пути веры в Бога, которые избирались данными людьми в течение их жизни. Они рассматривают, противостояли или нет эти люди Богу, проклинали его или нет, совершали они или нет тяжкие грехи или зло. Расследование подобного рода решает вопрос, уходит ли такой человек или остается. Что означает «здесь уходит»? А что означает «остаётся»? Уходить относится к тому, останутся ли такие люди на основании своего поведения в рядах, избранных Богом. Остаться относится к тому, что они смогут остаться среди тех людей, которые сделаны Богом цельными в период последних дней. Для тех, кто остаётся, у Бога имеются особые приготовления. В течение каждого этапа своего труда Бог будет посылать таких людей, чтобы те действовали как апостолы или выполняли работу возрождения церквей или служили им. Но такие люди, которые способны к такой работе, не перевоплощаются столь часто, как неверующие, которые вновь рождаются раз за разом. Напротив, они возвращаются на Землю в соответствии с потребностями и стадиями Божьего труда. Они не относятся к тем, кто часто перевоплощается. Так есть ли какие-то правила относительно того, когда они перевоплощаются? Появляются ли они раз в несколько лет? Приходят ли они с такой чистотой? Нет, не приходят. На чём это основывается? Это основывается на Божьей работе, на стадиях Его труда и Его потребностях, и правил никаких нет. Что представляет собой единственное существующее правило? Оно заключается в том, что когда Бог приступит к финальной стадии Своего труда в эпоху последних дней, все избранные люди появятся среди людей. Когда все они придут, это будет последний раз, когда они перевоплотятся. А почему так? Это основывается на том результате, который должен быть достигнут в течение последнего этапа Божьего труда. Поскольку в период этой последней стадии Бог сделает всех этих избранных людей полностью целостными. Что это означает? Если в течение этой последней фазы данные люди сделаются целостными, станут совершенными, они не будут перевоплощены, как раньше. Процесс бытия в качестве человека подойдет к своему полному окончанию, как и процесс перевоплощения. Это относится к тем, кто останется. Итак, куда отправляются те, кто не может остаться? У тех, кто не может остаться, имеется некое подходящее для них место, куда они отправятся. Сперва, как и в случае с другими, вследствие их злодеяний, сделанных ими ошибок и совершенных ими грехов, они также подвергнутся наказанию. После применения к ним наказания Бог вышлет их в ряды неверующих. Как и подобает в таких обстоятельствах, Он организует для них пребывание среди неверующих или же среди верующих различных конфессий. Иначе говоря, у них есть две альтернативы. В одном варианте вероятная жизнь среди людей определенной религии после наказания, а в другом варианте стать, наверное, неверующим. Если они становятся неверующими, они утратят все перспективы. В то время как, если они станут верующими, если, например, станут христианами, у них все еще останется шанс вернуться в ряд избранных Богом людей, для чего существуют очень сложные взаимные соотношения. Короче говоря, если кто-либо из избранных Богом людей сделает что-то, погрешив против Бога, то такие люди будут наказаны точно так же, как и всякие другие. Возьмем для примера Павла, о котором мы ранее говорили. Павел – пример таких людей, которые понесли наказание. Получаете ли вы представление о том, о чем я говорю? Является ли круг избранных Богом людей постоянным? По большей части – да. Большая его часть – постоянно, но есть небольшая часть, которая не постоянно. Но почему так? Потому что люди, представляющие эту часть, совершили грех. Я ссылаюсь как раз на наиболее очевидный пример – совершение греха. Когда люди совершают грех, Бог не желает их. А когда Бог не желает их, Он бросает их в ряды различных народов и типов людей, что лишает их всякой надежды и делает очень сложным их возвращение. Все это относится к циклу жизни и смерти избранных Богом людей. Далее идет цикл жизни и смерти служителей. Мы только что говорили о служителях. Каково их происхождение? Некоторые были неверующими, некоторые были животными. Данные служители были перевоплощены из неверующих и животных. С наступлением последнего этапа работы Бог выбрал из неверующих группу таких людей, и группа эта особая. Цель Бога при выборе таких людей заключается для них в том, что они должны служить Его труду. Служба – не слишком элегантно звучащее слово, как не является она и тем, к чему у кого-либо есть склонность. Но нам следует взглянуть на то, на кого она направлена. Существование Божьих служителей обладает особой значимостью. Никто другой не может исполнять их роль, поскольку они выбраны Богом. Именно в этом заключается значимость, лежащая в основе их существования. А какова роль служителей? Служить избранным Богом людям. Главным образом, их роль в том, чтобы служить Божьему труду, взаимодействовать с Божьей работой, оказывать содействие Божьему совершенствованию избранных им людей. Вне зависимости от того, трудятся ли они, выполняют ли они какую-либо работу или берут на себя ответственность за выполнение определенных задач, каковы требования Бога к таким людям? Сильно ли он взыскателен в своих требованиях к ним? Бог просит о том, чтобы они были преданными. Служители должны быть также преданными. Вне зависимости от твоего происхождения или от того, почему Бог выбирает тебя, ты должен быть преданным. Ты должен быть верным Богу, верным тому, что Бог тебе поручил, а также верным работе, за которую ты несешь ответственность и исполняемому тобой долгу. Если служители в состоянии быть преданными и радуют Бога, тогда каков конец их ожидает? Они смогут остаться. Разве не является благословением быть служителем, который остается? Что означает остаться? Что означает такое благословение? По своему статусу они кажутся не такими, как избранные Богом люди. Кажется, что они отличаются. Однако, фактически, разве то, чем они наслаждаются в жизни, это не то же самое, что и у избранных Богом людей? По крайней мере, в этой жизни это то же самое. Вы не отрицаете этого, правда? Божьи слова, Божья благодать, Божье обеспечение, Божье благословение. Кто не наслаждается этими вещами? Каждый наслаждается таким изобилием. Назначение служителя состоит в том, что он служитель, но для Бога служители один из элементов всего сущего, сотворенного им. Просто их роль это роль служителей. Итак, что ты, как одно из Божьих творений, скажешь на тему о том, есть ли разница между служителями и избранными Богом людьми? В действительности разницы нет. Условно говоря, разница есть. Разница есть в сущности. Разница имеется с точки зрения той роли, которую они играют. Но Бог не подвергает этих людей дискриминации. Итак, почему эти люди определены в качестве служителей? Вам следует это понимать. Служители происходят из рядов неверующих. Упоминание о неверующих говорит нам о том, что прошлое этих людей было плохим. Все они атеисты. В прошлом они были атеистами. Они не верили в Бога и были враждебны по отношению к Богу, к истине и к позитивным вещам. Они не верили в Бога и не верили в то, что есть Бог. Следовательно, способны ли они понимать Божьи слова? Будет справедливо сказать, что по большому счету они не способны. Точно так же, как животные не способны понимать человеческие слова, служители не понимают, что говорит Бог, что Он требует, почему Он выдвигает такие требования. Все эти вещи непостижимы для них, они остаются непросвещенными. И по этой причине эти люди не обладают жизнью, о которой мы говорили. А без жизни разве могут люди постичь истину? Разве они вооружены истиной? Разве они вооружены опытом познания и знанием Божьих слов? Конечно, нет. Такова природа служителей. Но, поскольку Бог делает этих людей служителями, все же существуют нормы Его требований к ним. Бог не смотрит на этих людей свысока, и Он не безразличен по отношению к ним. Хотя они и не понимают Его слов, и хотя у них нет жизни, Бог все же добр по отношению к ним, и все же существуют стандарты Его требований к этим людям. Вы только что упоминали об этих стандартах быть преданным Богу и делать то, что Он сказал. В своем служении ты должен служить там, где это необходимо, и должен служить до самого конца. Если ты можешь служить до самого конца, если ты можешь быть преданным служителем, если ты в состоянии служить вплоть до самого конца и способен отлично выполнить поручение, данное тебе Богом, тогда ты проживешь полноценную жизнь и, следовательно, сможешь остаться. Если ты приложишь чуть больше усилий, если еще больше постараешься, если ты в состоянии удвоить свои старания, чтобы познать Бога, если можешь немного высказываться о познании Бога, если можешь нести свидетельство о Боге, если ты вдобавок можешь постичь кое-что из воли Божьей, если ты можешь взаимодействовать с Божьим трудом и быть внимательным к Божьей воле, тогда у тебя данного служителя судьба изменится. А каким будет это изменение судьбы? Ты попросту больше не сможешь оставаться. На основании твоего поведения и твоих личных желаний и устремлений Бог сделает тебя одним из избранных. Это будет изменение твоей судьбы. Что является наилучшим в этом для служителей? Это то, что они могут стать избранными Богом людьми. А что будет означать, если они станут избранными Богом людьми? Это означает, что они больше не будут перевоплощены в качестве животных, как это происходит с неверующими. Хорошо ли это? Да, хорошо. Это хорошая новость. Иначе говоря, служители могут быть сформированы. И дело со служителями обстоит не так, что когда Бог назначает тебе служить, то ты будешь делать это вечно. Это не обязательно так. Каким будет твое личное поведение, таким и будет отношение к тебе Бога. Такими и будут ответные действия по отношению к тебе. Но есть служители, которые не способны служить до самого конца. В течение периода своей службы появляются такие, кто отступает на пол пути и покидает Бога. Есть такие, которые совершают множество плохих вещей, и даже есть такие, кто наносит ужасный вред и наносит огромный ущерб Божьему труду. Есть даже служители, которые проклинают Бога и тому подобное. А что означают такие непоправимые последствия? Любое из таких греховных деяний означает прекращение их служения. Другими словами, в связи с тем, что твое поведение в период твоего служения оказалось столь скверным, в связи с тем, что ты переступил через себя, когда Бог видит, что твое служение не на высоте, Он лишит тебя права служить, Он не позволит тебе служить, Он удалит тебя с глаз долой и из храма Божьего. А разве дело не в том, что ты не хочешь служить? Разве творить зло не твое постоянное желание? Разве твоя неверность не постоянно? Ну, так значит, есть простое решение. Ты будешь лишен права служить. Для Бога лишение служителя права служить означает провозглашение конца данного служителя. Поэтому такие служители более не будут иметь права служить Богу. Бог более не нуждается в их служении. И неважно, насколько приятные вещи эти люди будут говорить, их слова будут тщетны. Когда дело дойдет до этой точки, ситуация станет непоправимой. Для служителей такого рода пути обратно не будет. А как Бог обходится со служителями такого рода? Разве Он всего лишь прекращает их служение? Нет. Разве Он только лишает их возможности остаться? или же Бог их отводит в сторону и ждет, что они исправятся? Нет. Он этого не делает. Честно говоря, Бог не очень-то привязан к служителям. Поэтому если какой-либо человек имеет такого рода отношение в служении Богу, как следствие такого отношения, Бог лишит такого человека права служить и снова отбросит таких людей в ряды неверующих? А какова судьба служителя, которого отбросили в ряды неверующих? Она такая же, как и у неверующих. Перевоплощение в качестве животного и получение наказания, предназначенного для неверующих в духовном мире. У Бога не будет никакой личной заинтересованности в наказании таких людей, поскольку они не имеют более никакого отношения к Божьему труду. И это не только конец их жизни в качестве верующего в Бога, но также и конец их собственной судьбы и объявления о том, что судьба их будет такова. Поэтому если служители служат плохо, им придется самим столкнуться с последствиями. Если же служитель не в состоянии служить до самого конца, или же такие служители будут брошены среди неверующих. А если они брошены среди неверующих, с ними будут обходиться так же, как с домашним скотом, так же, как с людьми без интеллекта или без рассудка. Когда я преподношу это таким образом, это вам понятно, да? Бог таким образом обходится с циклом жизни и смерти избранных им людей и служителей. Какие у вас ощущения после того, как вы выслушали это? Говорил ли я уже на тему, о которой я только что рассказывал, на тему избранных Богом людей и служителей? На самом деле, я уже говорил об этом, но вы не помните. Бог справедлив по отношению к избранным им людям и служителям. Он праведен во всех отношениях, в этом нет никакого сомнения. Возможно, есть люди, которые скажут, так почему же Бог столь терпим по отношению к избранным? И почему Он лишь чуть-чуть снисходителен по отношению к служителям? Хочет ли кто-нибудь выступить в защиту служителей? Может ли Бог дать служителям больше времени и быть более снисходительным и терпимым по отношению к ним? Можно ли назвать такие слова правильными? Нет, они неправильны. А почему они неправильны? Потому что нам фактически было сделано одолжение непосредственно через то, что нас сделали служителями. Служителям фактически было выражено расположение именно через то, что им позволено служить? Без названия служителей и без работы служителей, где бы были эти служители? Среди неверующих, проводя жизнь и умирая вместе с домашним скотом. А какими великими благодатями они наслаждаются сегодня, когда им позволено предстать перед Богом и прийти в Храм Божий? Это невероятная благодать. Если бы Бог не дал тебе возможности служить, у тебя никогда не появился бы шанс предстать перед Богом. Во всяком случае, даже если ты буддист и достиг бессмертия, то в лучшем случае ты мальчик на побегушках в духовном мире. Ты никогда не встретишься с Богом и не услышишь Его голос, никогда не услышишь Его слов и не почувствуешь Его любовь и благословение в твой адрес. И ты, пожалуй, никогда не встретишься с Ним лицом к лицу. Единственная вещь, предстоящая буддистам, это выполнение простых задач. Пожалуй, они не смогут познать Бога. Они будут лишь слепо соблюдать предписания и оказывать послушание, в то время как служители обретают столь много в процессе данного этапа работы. Во-первых, они могут встретиться лицом к лицу с Богом, услышать Его голос, услышать Его слова и испытать благодати и благословения, которые Он дарует людям. Более того, они могут наслаждаться словами и истинными, данными Богом. Они действительно обретают очень много, очень много. так так что если ты, будучи служителем, даже не можешь делать надлежащие усилия, то оставит ли Бог тебя все же в качестве служителя? Он даже не просит от тебя многого. Бог не может оставить тебя в услужении. Если ты ничего толком не делаешь, о чем Он просит, если ты не исполняешь свой долг, тогда несомненно, Бог не может оставить тебя на службе. Таков праведный характер Бога. Бог не балует тебя, но Он также и не проявляет дискриминацию по отношению к тебе. Таковы принципы, по которым действует Бог. Бог действует так по отношению ко всем людям и сотворенным существам. Что касается духовного мира, если различные существа в нем совершают что-либо плохое, если они должным образом не исполняют свою работу, тогда для таких у Бога есть соответствующие божественные дикты и постановления. Это несомненно. Поэтому в процессе Божьей работы управления в течение нескольких тысяч лет некоторые согрешившие приставы-исполнители были уничтожены, некоторые и поныне содержатся под стражей и переносят наказание. Это то, с чем должно иметь дело каждое существо в духовном мире. Если они грешат или совершают зло, они несут наказание, что полностью совпадает с Божьим подходом к избранным им людям и служителям. Значит, будь то духовный мир или материальный мир, принципы, которым Бог следует в своих действиях не меняются. Вне зависимости от того, можешь ли ты видеть Божье деяние или нет, их принципы не меняются. Повсюду Бог применял те же самые принципы в своем подходе ко всему сущему и в том, как Он обходился со всем сущим. Это незыблемо. Бог будет добр по отношению к тем среди неверующих, кто живет относительно лучше и предоставит благоприятные возможности тем верующим разных религий, кто ведет себя хорошо и не совершает греха, позволяя им исполнить свою роль во всех вещах, находящихся под управлением Бога и делать то, что они должны делать. Аналогично среди тех, кто следует за Богом, среди избранных им людей, Бог не дискриминирует ни одного человека в соответствии с этими его принципами. Он добр по отношению к каждому, кто способен искренне следовать за ним и любит каждого, кто искренне следует за ним. Лишь для этих нескольких типов людей, для неверующих, верующих различных религий и для избранных им людей, все то, что Бог дарует им, различается. Возьмите, например, неверующих. Хотя они не верят в Бога и Бог считает их домашним скотом, среди всего сущего каждый из них имеет пищу, свое собственное место и нормальный цикл жизни и смерти. Те, кто совершает зло, несут наказание, а те, кто творит добро, получают благословение и Божью милость. Вот такие дела. Для верующих, если они в состоянии строго соблюдать религиозные заповеди на протяжении всех своих жизней, тогда после всех их возрождений Бог в конечном итоге обратится к ним со своим воззванием. Аналогично для каждого сидящего сегодня здесь, будь этот человек одним из избранных Богом людей или служителям, Бог также заставит всех подчиниться и определит их конец в соответствии с правилами и управленческими постановлениями, которые Он утвердил. Взгляните, среди этих нескольких типов людей, среди различных типов верующих, которые относятся к различным религиям, дал ли Бог им жизненное пространство? Где иудаизм? Препятствовал ли Бог их вере? Вовсе нет. А как насчет христианства? Бог ни в малейшей степени не мешал. Он позволяет им следовать их собственным процедурам и не говорит с ними, не дает им никакого просвещения. Более того, Бог ничего не являет им, как бы говоря, если ты думаешь, что так правильно, то верь таким образом. Католики верят в Марию, в то, что именно через Марию была передана весть Иисусу, такова их форма веры. Но разве Бог хоть когда-либо корректировал их веру? Бог дает им свободу действий, он не обращает на них внимания и дает им определенное пространство для жизни. А по отношению к мусульманам и буддистам ведет ли он себя так же? Бог также установил для них границы и позволяет им жить в рамках своего жизненного пространства без вмешательства в соответствующие верования. Все хорошо организовано. А что вы видите во всем этом? То, что Бог обладает властью, но он не злоупотребляет своей властью. Бог организует все сущее в идеальном порядке. В этом он систематичен, в этом проявляется его мудрость и всемогущество. Сегодня мы поговорили о новой и особой теме, касающейся вопросов духовного мира, что является одним из аспектов Божьего управления духовным миром и его владычества над ним. В тех случаях, когда вы не поняли этих вещей, вы могли бы сказать так. Все, что касается этого, является тайной и не имеет никакого отношения к нашему вхождению в жизнь. Эти вещи оторваны от того, как на самом деле живут люди, и у нас нет нужды постигать их. Мы также не желаем слышать о них. Эти вещи абсолютно никак не связаны с познанием Бога. В общем, как вы считаете, существует ли некоторая проблема при таком образе мыслей? Правильный ли такой образ мыслей? Такой образ мыслей неправильный. В нем кроются серьезные проблемы. Это связано с тем, что если ты желаешь познать то, как Бог правит всем сущим, ты не можешь попросту постичь, понять лишь то, что ты видишь и что доступно с помощью твоего мышления. Ты должен также понять кое-что о другом мире, который невидим для тебя, но который неразрывно связан с тем миром, который ты можешь видеть. Это касается Божьего владычества, это связано с темой под названием «Бог источник жизни всего сущего». Это информация по данной теме. Без такой информации человеческое познание о том, как Бог является источником жизни всего сущего, будет полным упущений и недостатков. Таким образом, то, о чем мы сегодня беседовали, можно сказать, завершило то, о чем мы говорили ранее, а также завершило изложение информации по теме «Бог источник всего сущего». Поняв это, в состоянии ли вы теперь познать Бога через данный материал? А что еще более важно? Сегодня я поделился с вами очень важной частью информации «Тайны служителей». Я знаю, что вам действительно нравится слушать темы подобной данной, что вас на самом деле волнуют эти вещи. Итак, чувствуете ли вы удовлетворение, прослушав то, о чем я сегодня рассказывал? Да, чувствуем. Возможно, прочие вещи не оказали на вас сильного впечатления, но у вас создалось сильное впечатление в связи с высказываниями о служителях, поскольку эта тема затрагивает душу каждого из вас. с высказываниями с высказываниями